Не пропустите прямо сейчас на кухне в Себуде Добре Наш кулинарный эксперт Микаэль Араян поделится секретами трех оригинальных аджик для курицы, мяса и рыбы Михо, здравствуй! Привет, Миша! Это я сейчас улыбаюсь и радуюсь А когда ты мне передал три баночки аджики, дорогие мои, я немножко даже расстроилась Подумала, ну, Михо всегда умеет меня удивить, а тут просто аджика Все это мы слышали и прекрасно знаем Но когда я открыла одну баночку и попробовала Я была настолько поражена этим необычным вкусом, что поскорее раскрыла все три и слопала Я необыкновенно люблю специи, что-нибудь острое, пряное И твои аджики просто великолепны Спасибо тебе, Наденька, за похвалу Конечно, я старался, потому что ты неоднократно пробовала разнообразные аджики Но вот это именно заготовки, которые необходимы любое домохозяйке и мест дома Потому что это где-то нечто Конечно, хочется узнать, откуда рецепты Но я так подозреваю, что Родина рецепты подарила Ты права, как всегда Наши предки, наши родители, бабушки еще готовили эти аджики Живя я в Украине, всегда стараюсь, что это родное, приготовить ежедневное рацион мяса, птица, рыба Хочется чем-то разнообразить Конечно, плюс аджика содержит такие ингредиенты, которые всем нам на пользу В этом мы разберемся постепенно Приступаем к приготовлению У нас же три аджики Да, сегодня мы с вами приготовим ореховую аджику Так Приготовим сухую аджику И также зеленую аджику Приступаем Для ореховой, кстати, это самое мое любимое Нам понадобится чеснок, грецкий орех, острый стружковой перец, красный болгарский перец, кинза, хмели-сунели, соль, сахара и растительное масло Прям слюнки потекли, такие все ингредиенты, давай, если нужно, я тебе буду помогать Обязательно Твоя сегодняшняя задача, ну я тебе не смею острый стружковой перец давать Спасибо, Михаил Потому что я горячий мужчина Конечно Люблю всегда острые ощущения Бери себе сладкую перец Так Удалить плодоножку и семена То есть мы с тобой семена использовать не будем Не будем, хотя многое пользуются, просто семена это очень адское острое Да, если уж вы хотите острых действительно ощущений, то можно с семенами Оно чуть-чуть вредно для желудка Я справилась, могу помогать тебе чистить острый перец А как в твоей семье относятся к аджике? Твоя жена, Мариночка, насколько я знаю, она тебя во всем поддерживает, в том числе и в твоих кулинарных традициях А сын-то, ну еще совсем ребенок, сейчас ему сколько лет? Семь Семь? Да Но он, наверное, еще не ест аджику Нет, еще не ест, но я стараюсь к этому кусу приучить его Это не обязательно добавить много аджики, чтобы была она слишком острая Мы с вами сегодня готовим именно концентрат аджики, который, имея в холодильнике, в любой момент мы можем добавить то количество, которое мы хотим почувствовать его Кстати, мы говорили, что каждая из трех аджик, ну теоретически больше подходит, одна к рыбе, другая к мясу, третья к курице, это для каких блюд больше? Вот ореховая аджика очень хорошо сочетается с курицей Взяли, просто порубали крупными частями, дали сковородке просто корочку, выложили какой-то противень и взяли ложку аджику, перемещали со сметаной Получается такой ореховый соус с аджикой Напоминает сациви уже, орехи и сметана Где-то что-то, да Залили эту курицу в противень, поставили в духовку при 180 градусах около 15 минут Потом достали это просто румяное, с золотой корочкой, соус внутри пропеклось Объедение Это просто песня Как хранить такую аджику и как долго можно ее хранить? Можно его хранить в холодильнике около полугода Итак, у нас очищен острый перец, болгарский перец и мы можем приступать к следующему этапу Чеснок уже очищен заранее, следующий этап Нам понадобится блендер Орехи измельчать? Нет Нет Мы будем измельчать наш перец Ага, вот какая технология Перец острый болгарский через мясорубку Я люблю принимать гостей и угощать их блюдами, приготовленными по оригинальным рецептам Ведь благодаря моей кухонной технике мы всегда можем приготовить что-то особенное вместе Создавая свою историю теплых встреч Мы берем, добавляем сюда чеснок Так Смело, все 300 грамм В этот кухонный комбайн еще в чесноком добавляем грецкий орех Орехи должны быть заранее обязательно присушены Вы можете присушить в духовке, также их слегка в сковородке После этого мы добавляем кинзу У нас уже заранее промито Если вдруг кинза, но не идет Чем можно добавить петрушку Самое традиционное, укроп И побольше, побольше Благодаря нашей кухонной машине мы можем сделать несколько процессов одновременно Измельчим зелень с чесноком и орехами до нужной консистенции И измельчим перцы через мясорубку Нам нужна какая-то влага Добавляем растительное масло Оно соединит все вкусы вместе И вы знаете, что орехи тоже содержат масло Да, да Я тебе поближе перцы сюда Пока перебиваются наши орехи Мы начинаем крутить перец А я уже и баночку подготовила Банку помыли, желательно соды Затем я ее простерилизовала и крышку тоже И высушила Так Ароматы, ароматы от аджики распространяются по всей кухне Опасно аджику готовить, потому что очень хороший аппетит от нее, Михо Да, у меня уже аппетит разгорел Разгорелся! Михо, в такой ситуации, конечно, нужно петь песню Вы понимаете, да? Как действует аджика на людей Даже настроение улучшается Конечно Осталось все смешать И первая аджика ореховая Готово Эту пастообразную нашу кащицу с орехом, чесноком Добавляем красный перец Чувствуешь аромат? Да не то слово! Каждый из этой аджики можно добавлять и разнообразить свое блюдо Ты рассказывай историю, а я буду перемешивать И слушать тебя Ореховую аджику мы еще добавляем обязательно сюда Вот это Всю? Всю абсолютно Смотрите, 50 граммов хмели-сунели Не надо жалеть, потому что мы делаем концентрат аджики И оно должно раскрываться при приготовлении охлажденной кипяченой водой или же растительной маслой А-а-а-а Теперь добавляем также сюда 50 грамм соли Оно даст долгую жизнь нашему аджику Будет хорошо храниться? Ты пока вот это перемешала Да Можешь просто на кончике попробовать Какой там кончик? Ну Ну тогда ты его заряжай в баночку Чистенькая ложечка, чистенькая баночка Поехали А я перейду на следующую аджику Давай, конечно Я сейчас вас ознакомлю еще с одной аджикой Вот это будет очень приятно кушать Сало, мясо, почеревка Это очень хорошее Как раз вот это, да? Да, зеленая аджика Для приготовления зеленой аджика нам понадобится Болгарский перец Да Зеленый стружковой острый перец Петрушка, укроп, мята, тархун, подсолнечное масло и сахара В пряности идет орегана, семена укропа и петрушки Перцы почистили и нарезали Могу помочь зеленью? Можно измельчить, можно, если есть возможность, то же самое в комбайне перебить А мы так и сделаем? Да Засыпаем сюда чеснок Ой, боже мой, это что у меня такое, тархун? Я сейчас с ума сойду Какие тут ароматы Мята молодая, можно и со стебельками Конечно, оно все равно перебьется В стебельке самый больший аромат Если твердые стебельки, можно листки просто ободрать Это все мы заправляем опять же растительным маслом И готово! Абсолютно верно Тогда мы эту всю массу добавляем туда Конечно У меня была лопаточка, чтобы ничего не пропало Сейчас будем уже дополнять соль и специи Добавляем туда 50 грамм соли Соль должен быть крупная, желательно морская Потому что она дольше будет хранить в вашей заготовке Добавляем 4 столовые ложки уксуса Обычный уксус столовый, да? Обычный Если есть винный, это еще лучше Добавляем наши пряности Тут уже все смешаны Я все в одну пиалочку пересыпала Кориандра, орегано и укроп Она отличается от предыдущей аджики ореховой И по аромату тоже Зеленая аджика можно также добавлять при бригаде Подожди Что там? Перец Я же тебе говорю Всегда, если остроту хотите сбить, ни в коем случае не запивайте водой Я тебя немножко перебила, извини Берем рыбу, просто смазываем зеленой аджикой, ложим в животик Кусочек сливочной масли и запекаем в духовке Это просто божественно Это действительно Много зелены, трав Это волшебный вкус и она абсолютно... А почему ты не пробуешь аджику? Я хочу сделать третью, а потом мы с тобой все три попробуем, чтобы почувствовать разницу Эта аджика по вкусу более легкая, потому что здесь нет орехов Она прям такая бодрящая Да Немножко кисленькая из-за уксуса Я счастлива, Михо Да Я знаю Потому что ты поела аджику Да, это действительно работающий эффект Поскольку настоящая аджика, и такая, как мы сегодня готовим, содержит большое количество острого жгучего перца То она способствует выработке эндорфинов в организме Эндорфины Это один из гормонов счастья Теперь, дорогие мои, я приготовлю сухую аджику Нам понадобится красный стружковой перец, соль, чеснок, хмелосунели, семена кориандры и укроп молотый Сухая аджика, то есть здесь очень мало жидкости, мы не будем добавлять даже растительное масло, или будем? Ни в коем случае не будем, это у нас сухая Сухая аджика можно сделать также в соус для шашляка Что мы делаем? Берем столовую ложку опять же сухой аджики, добавляем охлажденную воду и растительное масло Это все перемешиваем и получится у нас такая масса Хотите жидко, значит добавьте еще несколько столовых ложек кипяченой охлажденную воду И будете вы сами регулировать ту остроту, которую вы хотите получить к своему мясу Давай будем готовить? Давай Часть первая, самая острая Очищаем перцы от семян Мы затем тоже будем через мясорубку, да? Нет, ни в коем случае Мы здесь ничего прикручивать не будем Мы будем просто это все сушить Как обычно, пополам перцы? Мы режем пополам, а потом режем в мелком кубике А, измельчаем как можно мельче, да? Как ты относишься к аджике, которую уваривают, а потом консервируют? Нормально, я их просто ем ложками, да и все Да и все Какая же это аджика, скажи? Какая это аджика? Это так уже просто лечо Да, лечо из рататуйчика В принципе, вот эта аджика чем хороша, которую мы сегодня готовим? Ингредиенты остались свежими Ну, конечно, нужно хранить в холодильнике А если ты любишь много аджики, то холодильник должен быть большой Если ты любишь много аджики, это все можно делать в сушеном виде Вот как мы сегодня с тобой сделаем Его можно хранить в мешковине маленькой, повесе где-то в очень сухом месте И всегда ты взяла, добавила растительное масло и кипяченую охлажденную воду И привела на ту остроту, которую ты любишь, и все Кстати, вот такая вот сушеная аджика в виде специй продается на рынках Где специи, в магазинах специи И цена, как вы понимаете, ну такая себе Не дешево Хорошая, правильно, Мехо, не дешево Но зато, когда мы в сезон, сами приобретем овощи и специи И смешаем все, приготовим Так мы еще и сэкономим, правильно? Обязательно Теперь мы это все нарезаем очень мелко Да, тут уже такая хорошая ручная работа для хозяек Хотя, если, конечно, есть такой мужчина, как ты, в доме То он сам все нарежет Ой, какие мы молодцы, Мехо Мы с тобой очень быстро справились Да Сейчас главное, никуда руками не лезть Да Ни в глаза, ни в нос, ни в ухо Да Для этого мы сейчас все это высыпем сюда Сюда Вот такую, наверное, большинство из наших хозяек еще не пробовали готовить Сенсорная панель максимально удобна Достаточно всего пару касаний, чтобы включить и настроить нужный режим Разогреваем нашу сковородку для того, чтобы обсушить наши пряности Так, мы берем узхосунели Узхосунели – это голубой паджетник А это хмели-сунели? Да Добавляем семена укропа Пережариваем чуть-чуть, слегка Чтобы они отдали аромат, да? Мехо, а как мы чеснок будем измельчать? Будем измельчать обязательно ножом Ты начинай измельчать, а я посмотрю, чтобы не подгорело наши семена Конечно, я отвечаю за чеснок Обязательно добавляйте в столовую ложку сахара Сахар – это глюкоза, которая усилит вкус Мы уже и не удивляемся, что добавляем сахар в соленые и острые блюда Фактически мы всегда вот это сочетание сахара и соли используем И тщательно всегда, не отходя от него, слишком надолго перемешиваем его То есть нам нужно, чтобы сок, который все-таки есть в остром перце, испарился, да? И будет сухая такая смесь Будет сухая смесь Теперь мы добавляем уже смело сюда чесночок Давай, добавляй Хорошо И это все слегка перемешиваем И продолжаем сушить опять После того, как я раскрыл секрет И, наверное, все украинцы начнут его готовить Потому что я буду просто рад Ты всегда нас вдохновляешь новыми рецептами Подсохла аджика Наденька, посмотри, как мы с тобой его просушили Теперь, после того, как она остынет Мы уже тогда добавим соль сюда Потому что, когда она горячая, соль нельзя добавлять Она просто спустит в наших овощей сок Надо добавлять, когда она остынет Я сейчас его пересыплю В мисочку В мисочку Слышишь аромат? Какой ты домашний, такой приятный И знаете, абсолютно разные три вида аджики получились После того, как она остыла, мы добавляем 80 грамм соли Вот и третий вид аджики готов Я прямо сейчас напоминаю рецепты А потом будем пробовать Для сухой аджики возьмите острый красный перец, кориандр, чеснок, хмели-сунели, семена укропа, пажитник, соль и сахар Специи подсушить на сковороде Перед, чеснок измельчить Добавить специи Массу выложить на сковороду и постоянно помешивая подсушивать в течение 20 минут После остывания массой добавить соль Перемешать Аджика готова Для зеленой аджики возьмите острый перец, болгарский перец, чеснок, зелень кинзы, зелень петрушки, зелень тархуна, мяту, уксус, подсолнечное масло, пряности, орегано, майран, кориандр, укроп, соль и сахар Болгарский острый перец очистить, убрать семена Измельчить перец, чеснок и зелень Добавить в перемолотой массе пряности для аджики Перемешать до однородности Добавить соль, сахар, подсолнечное масло и уксус Перемешать, разложить аджику в банки, хранить в холодильнике Для ореховой аджики возьмите острый перец, болгарский перец, чеснок, хмели-сунели, кинзу, соль, растительное масло, грецкие орехи Болгарский перец и острый перец пропустить через мясорубку Отдельно измельчить орехи, зелень, чеснок с добавлением растительного масла Все тщательно перемешать, добавить специи, соль, сахар по вкусу Хранить аджику в стеклянных банках в холодильнике Итак, три вида аджики готовы И для мяса, и для рыбы, и для курицы Я уже все пробовала, но еще раз А ты попробуй с мясом, с курицей и с рыбой Итак, ореховая аджика, вот она Мы берем с курицей и пробуем Я сделаю бутерброд Правильно Я люблю аджики побольше, ну а у вас уже как получится? Боже мой Это нечто Это просто изумительно раскрывает вкус мяса Она такая пикантная Орешки дают сытности Это идеальная аджика А теперь попробуем зеленую с рыбой Так У рыбы обычно такой умеренный вкус Мы ничего туда не добавляли Ты просто запек кусочек Но с этой аджикой Это просто сказка Ореховая более сытная, насыщенная по вкусу А зеленая такая свежая Очень ароматная, даже мята чувствуется Это изумительная аджика для тех, кто любит зелень и овощи Восторг Сухая Просто можно чуть приправить кусочек мяса Давай чуть приправим кусочек мяса Это как будто я просто Щепоточку Вот так просто Соль, перец, да? Да А у нас тут не соль, перец, у нас тут гораздо богаче вкус Сухая аджика Ну перчик будет чуть-чуть хрустеть Да Это просто что-то Михо, ты просто волшебница Спасибо тебе за аджику Спасибо тебе за субтитры Алексею Дубровскому!